Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! И Господь да благословит всех, кто стремится постигать Священное Писание. Вот сегодня давайте мы вспомним праведного Лота, племянника Авраама. Вот Авраама мы часто вспоминаем, а Лота вот как-то немножко оставляем в стороне, и это несправедливо, потому что Лот единственный из родственников Авраама, который последовал за ним. Вот остальные остались. И Авраам, сказано в Писании, Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. А Авраам не просто поверил, он стал исполнять Слово Божие, он следует за повелением Божиим. То есть вот Авраам следует за Богом, а за Авраамом следует Лот. Лот послушен Авраама, и поэтому он, можно в каком-то смысле сказать, такой вот духовный последователь своего дяди родного Авраама. Он внук Фары, отца Авраама. Он сын Арана, но Аран, брат Авраама, достаточно быстро он умер, вот как мы читаем в книге Бытия, поэтому о нем почти ничего не повествуется. И вот они родом из Ур-Халдейского. Сейчас это местность, ну это Ирак, там где располагался Ур-Халдейский, одна из древнейших цивилизаций. И раскопки проводились археологически, ведь долгое время считалось, что Ур-Халдейский, он вообще как бы, может и не было такого города, о нем повествовала только Библия, но в 19 веке, в середине 19 века археологические раскопки обнаружили древний Ур-Халдейский, и оказалось, что там было очень много языческих капищ, то есть сплошное такое идолослужение. Иногда эти культы сопровождались, в общем, соблазнительными формами. И среди такого язычества сохранить веру в Бога было крайне трудно, и вот Господь дает повеление Аврааму выйти из среды вот этого языческого, служащего бесам народа. Ну, на самом деле, в книге Бытия мы читаем, что такое решение принимает и отец Авраама, Фара, и мы читаем, и взял Фара Авраама, именно Авраам, чуть погодя имя получило новое звучание Авраам, и вот Фара берет его, Авраама, сына своего Иллота, сына Аранова, внука своего Исару, невестку свою жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура-Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Земля Ханаанская скоро она будет называться землей обетованной, потому что Господь ее, как бы, некое обетование, как обещание дать потомкам Авраама. Авраам-то еще бездетен, да, и кажется, что он вообще бесплоден вместе с Сарой, но Господь, у Господа сильно всякое слово, и вот Лот следует за ними, и Фара, вот с этого исхода Фары начинается эпоха странствования патриархов. А почему странствование? Потому что земля покрыта языческими служениями, потому что всюду процветает грех, и вот и те древние правоцы, вот как и апостол Павел пишет про христиан, что мы не имеем здесь пребывающего града, потому что наше жительство на небесах, потому что мы граждане Царства Божия, и мы не находим себе здесь подлинного пристанища, поэтому на земле пребываем в таком странствовании, и вот у правоцев, у них это было в буквальном смысле, и они исходят, чтобы идти в землю обетованию. Святые отцы говорят, что Аврааму уже тогда было откровение Божие в Уре Халдейском, и отец его, он присоединяется к этому, но на какое-то время остаются по пути, они остаются в Харане, и там Фара умирает, и вот дальше, после нового призвания Божия, Авраам вместе со своей женой Сарой и с Лотом, племянником своим, идут уже в землю обетованную. Повторим, что Лот, он следует всецело за Авраамом, как Авраам всецело следует за Богом, за Божиим откровением. Они приходят в землю обетованную, и эта земля, она действительно была, воспринималась, ну, как некое удобное такое в географическом смысле место, потому что с севера защищают Ливанские горы, высокие горы. С востока там пустыни, с юга не просто пустыни, а каменистые пустыни, с запада Средиземное море, и можно было отгородиться от языческих цивилизаций, то есть и от халдейских, вавилонских цивилизаций, от Египта. Какое-то время они живут, но потом настал голод, и вот эта нужда заставляет их на небольшое время идти в Египет, а потом они опять возвращаются, и вот они прибывают как раз в Хананской земле, пытаясь пока только-только вот обустроиться. И следующее, что мы читаем, что здесь, оказывается, произошло такое вот разделение. А из-за чего возникло разделение? Из-за того, что не поладили друг с другом пастухи Авраама и Лота, и мы вот читаем, что непоместительна была земля для них, и был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И на самом деле, вот в историческом смысле, эти детали, они очень важны, то есть, оказывается, и у Авраама, и у Лота были свои пастухи, были свои слуги, те, кто трудились у них, то есть Авраам и Лот не были вот такими вот очень простыми в социальном значении людьми, они как бы вожди своих племен, и поэтому у каждого вот свои какие-то работники, свои подчиненные, а двум племенам очень трудно ужиться рядом, когда вот пастбище, да, там и выводят стада, и трудно поделить вот эти территории, и поскольку сами они были людьми праведными, то они принимают, в общем-то, верное решение, и первым такое решение предлагает именно Авраам, он говорит, что лучше отделиться, и ты вот выбери для себя лучшую землю, вот какая тебе понравится, говорит Авраам Лоту, ну и Лот выбирает, он еще не знал, что он выберет, он посмотрел, что оказывается долина рядом с рекой Иорданом, она прекрасная, и там мы читаем, что вот Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, а вот на самом деле там в подлиннике сад Господень, то есть как рай Господень, то есть настолько она процветала, эта земля, что напоминала буквально рай, еще сказано, как земля египетская, ну у нас бывают такие уже негативные ассоциации с Египтом, однако Египет это была очень плодородная земля в те времена, но при этом сказано, что вот эта вот земля, окрестность Иорданская, действительно вот эта вот долина Иорданская, она была такой прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, да, то есть Лот еще не понимал, что он выбирает, он думал, что вот само плодородие, оно и принесет некий вот достаток, счастье, покой ему, и оказалось, что он поселяется там, где как раз вот это вот Содом, Гомора, и сказано, жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом, и из-за этого Лот очень сильно мучился, он много терпел, и вот есть такое наблюдение, да, что если ты куда-то переезжаешь или хочешь переехать, то выбирай не просто прекрасный дом, а выбирай хороших соседей, то есть не будь подкуплен красотой какого-то там участка, какой-то там земли или квартиры, вот если у тебя окажутся злые соседи, то вся твоя жизнь, она просто будет как ад, сплошное несчастье, поэтому великое приобретение, когда у тебя хорошие, добрые, отзывчивые соседи, а если соседи злые, если они вот весьма грешны, то вся твоя жизнь будет сплошное мучение, и вот так и случилось с праведным Лотом, и апостол Петр в своем втором послании пишет, что Лот действительно очень сильно терпел, и сказано, что вот когда Господь решил погубить вот эти города, Содомские, Гоморские, судив на истребление, пишет апостол Петр, «О праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил». То есть сказано, что Лот был утомлен, утомлен обращением между этими развратными людьми. Ну, что значит обращением? Не то, что он их там пытался обратить к истинному Богу, хотя если он и пытался, то все это завершилось неудачей, а в том смысле, что он был вынужден был вращаться среди них, пытаясь там вступать в какие-то, ну, простые вот какие-то житейские дела, и для него это доставляло мучение, и вот апостолу Петра прямо сказано, «Ибо сей праведник», то есть Лот назван праведным, праведником он святой, и ему мы тоже можем молиться, и должны молиться, если у нас такие вот рядом злые развратные соседи, от которых мы терпим различные неприятности, вот и будем молиться праведному Лоту, который сам все это претерпел, и по его молитвам мы можем получить избавление. Вот сказано, что «сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Ну, представьте, что вот если человек привык к чистой речи, да, привык к такой благоговейной молитве, а кругом какие-то там сквернословы, матершинные слова, пошлость, там, соблазны, ну, в общем, все то, что вот хлынуло на просторы нашей Родины с начала 90-х годов, да, когда и средства массовой информации, там, телевидение всем этим, всей этой грязью заполонилось, и вот эта грязь, она мучает, мучает чистые души. И для праведного Лота это было ежедневным мучением, таким внутренним истязанием, страданием, то, что он созерцает беззаконие рядом живущих людей. Но именно вот в этих страданиях внутренних на самом деле и происходило становление души праведника, потому что он, это был ежедневный подвиг, это было такое ежедневное мученичество, что он исповедовал Бога, он стремился к чистоте и старался вот не сгореть посреди этого греховного огня, который сжег его со всех сторон. А что это были вообще за города? На самом деле это было такое Пятиграде, пять городов, как бы Пентаполь, почему? Потому что в древности бывало так вот, одной кучкой, как бы некий союз городов, так легче было, как бы, некой республикой держаться. Кстати, современные археологические исследования тоже находили там, сохранилось пять русел, то есть было пять рек, и возможно, что вот каждый город, он питался вот такой вот рекой, стоял у русла этой реки. И что это за города? Содом, Гомора, Адма, Сиваим, и город Бела, ну, потом переименованный был в город Сегор. И вот они, может быть, не очень большие, но некая тоже своя такая отдельная цивилизация, и, как это всегда бывает на земле, цивилизации воюют друг с другом. И был более такой крепкий царь, с трудным именем для нас, Кедор Лаумер, да, Кедор Лаумер, царь Иламицкий, и с его союзниками, и вот они подчинили эти места, и 12 лет Пятиграде во главе с Содомом находилось в подчинении, а потом решили освободиться, в 13-й год перестали платить дань, отложились, и в 14-й год Кедор Лаумер приходит с огромным войском, происходит сражение, недалеко от реки Иордан, и Пятиграде, Содом, Гомор и прочие вот эти вот жители военные, они терпят поражение. Кедор Лаумер разбивает их, захватывает имущество, и Лот оказывается в плену, то есть до этого он был, так сказать, вот в плену у везде наблюдаемых страстей, да, чужих страстей, которые мучили его, а теперь он еще и телесно попадает в плен к совершенно чужому царю, его уводят, и тут выручает его родной дядя Авраам, все вы, конечно, знаете эту историю, как с тремя стами восемнадцатью слугами Авраам нападает, конечно, число этих воинов было весьма недостаточно, но, видимо, помогли тоже некоторые вот союзники, которые жили рядом с Авраамом, и самое главное, что ведь он, Авраам, нападает на Кедора Лаумера ночью, когда враги были в расслабленном состоянии, спали, выпив вина, и они не ожидали какого-то удара, они считали, что все разбиты, и вот из-за неожиданного такого ночного нападения происходит смута в стане врага, и удается отвоевать захваченное, освобождается Лот, возвращается все, что было унесено врагами, и вот мы знаем, конечно же, про то, как Милхиседек, царь Салима, который также и священник Бога Всевышнего, он встречает с дарами Авраама, вот Авраам возвращается вместе с Лотом, но на самом деле, вот когда вот мы Библию открываем, то там даже первым упоминается царь Содомский, там сказано, царь Содомский вышел ему, то есть Аврааму, навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская, и уже после этого упоминается Милхиседек, царь Салимский, то есть Содомский царь вот в этих местах, он преобладал, он первым выходит как бы навстречу Аврааму, но при этом Содомский царь, он не благословляет Авраама, в отличие от Милхиседека. Милхиседек преподносит дары, хлеб, вино, он благословляет именем Божиим Авраама, то есть Милхиседек сохраняет истинную веру, а вот Содомский царь, он язычник, он распутный, и он никого не благословляет, он не преподносит никаких даров, его интересует только шкурный вопрос, а именно он выпрашивает, он просит у Авраама хотя бы отдать захваченных людей, он не надеется, что Авраам вернет ему имущество, которое Кедор Лаумер украл у него, но Авраам возвращает ему все, Аврааму не нужно чужое имущество, он просто хотел помочь Лоту, то есть тут мы встречаем, что есть цари праведные, такие как Милхиседек, а есть цари распутные, такие как вот этот Содомский царь, и получается они живут тоже, в принципе не так далеко друг от друга, и получается и праведные, и грешные живут рядом, но одни обретают Бога, хранят верность Богу, а другие становятся чадами ада, вот как Спаситель говорил про последние времена, что будут там двое трудящиеся на поле, один берется, другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется, то есть люди даже вместе трудятся, но один живет Богу угодно, и душу свою посвящает Богу в этих самых трудах, и во время труда он молится Господу, а другой в этих трудах желает просто вот накопить себе средств, средств, и эти деньги потом тратит на удовлетворение своих греховных страстей, и вот получается так, что Лот, он как раз живет посреди вот этих вот распутных людей, страдает, и что происходит после этого, вы все, конечно, прекрасно знаете, Аврааму являются три ангела, и после известно вот этого откровения, что от Авраама произойдет народ великий и сильный, и благословятся все племена земная в нем, вот после этого Господь еще ему открывает и в отношении Содома и Гоморры, то, что говорит Господь, «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма». То есть, есть грехи, которые вопьют к небу, которые требуют возмездия, и пока человек вот не покается, то над ним нависают целые тучи бед, наказания, это действительно так, и вот у пророка Езекииля, у пророка Езекииля там говорится, в чем состоял вообще грех Содома, на самом деле он как бы определяет три таких вот источных причина, Езекииля определяет, это гордость, пресыщение и праздность, вот в чем состоял грех Содома, то есть гордыня, мнение о себе, пресыщение, то есть насыщение всевозможными телесными благами, и праздность, вот когда человек пребывает в праздности, в нем пробуждаются всевозможные пороки, страсти, низменные начала, и такому человеку хочется все попробовать, и вот испорченная натура человеческая, она в этих людях, в Содомленных, стала выражаться в самых страшных формах растления, и само слово вот это вот, Содомия, да, оно означает вот буквально противоестественные страсти, и то, что вот, ну, совершенно ни в какие ворота не годится, ни в какие правила приличия, и поэтому Господь решает наказать этот, эти грады, не только Содом, но и вот эти города, все пять, все в Пятиграде, но Авраам начинает ходатайствовать, что может быть есть вот там 50 праведников, а Лот там был, конечно, праведным, а может быть еще 49 найдется, и Господь говорит, что вот ради 50 пощажу, и вот Авраам потихоньку снижает возможное число праведников, там до 45-40, вот сначала он по 5 скидывает, потом начинает по 10 скидывает, и оставляет, ну, до 10 праведников, говорит, что хотя бы вот 10 там найдется, Господь говорит, ну, вот ради 10 тоже пощажу, и после этого Авраам уже почему-то не настаивает, что якобы вроде бы, может быть, там наберется 10 праведников, думал он так или нет, но диалог завершился, и вот два ангела посещают, приходят к Содому, и мы читаем, вот тут уже начинается самое главное, и пришли те два ангела, вот из трех два ангела, в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Было много археологических исследований, и оказывается, что действительно, вот в тех местах, в Хананской земле, рядом с воротами, там обычно всегда была тоже такая вот площадь, где могли выходить на прогулку, какие-то народные собрания, и в стене у ворот делали специально каменные такие седалища, где кто-то кого-то мог ждать, назначать кому-то встречу, и вот Лот сидел на таком вот каменном седалище, рядом со стеной, наблюдая, кто заходит в ворот. Лот увидел, как заходят вот эти два ангела, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, «Государимый, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». То есть, Лот оказывает им гостеприимство, как просто странникам, и святой Иоанн Златоуст, он как говорит, что вот почему Лот сидел вечером, ожидая странников? Да потому что Лот прекрасно понимал, что чужим людям в этом городе вообще делать нечего, что их ожидает беда, потому что все жители, они движимы греховными помыслами, и поэтому Лот старается брать к себе этих любых гостей, странников, которые приходят, вот эти вот путники, заходят в город, и он приглашал к себе, давал им приют, и через это Лот старался сохранить вот целомудрие, чтобы никто не посягал на чистоту, вот на невинность этих пришедших путников. И у апостола Павла, вот в послании к евреям, там сказано, что это уже ко всем нам обращается апостол, что странолюбие не забывайте, потому что благодаря ему некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. И это не только к Аврааму относится, но и к праведному Лоту, что он не забывал страноприимство, он был очень гостеприимным человеком, и таким образом сподобился принять ангелов, хотя и не знал, что это именно ангелы. И вот он предлагает, он сам выходит, то есть они не спрашивают, он сам говорит, зайдите, вот я предложу вам угощение, вот, а поутру встанете и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их, а почему так? Ну представьте себе, что вот в городе Содоме ночевать на улице, это вообще что такое, к чему это приведет? Когда все вот эти вот жители, как разъяренные псы, они только ищут, как бы удовлетворить свою порочную вот эту вот испорченную натуру, свои противоестественные пороки удовлетворить, насытить, и на улице ночевать, конечно же, никак не подходило, и он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. То есть удалось ему уговорить, вот они приходят, он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Ну, бывало так, что ангелы, они действительно как бы имитировали, как будто они вкушают пищу. На самом деле, конечно же, ангелы не нуждаются в хлебе земном, то есть они приобщены благодати Божией, как вот подлинной пищи, но ради человека имитируют, и вот они пребывают у него. А Содомлене, оказывается, не дремлет. Содомлене увидели, что зашли какие-то вот новички, и они подумали, вот пришли кто-то новый, вот сейчас мы, мы сейчас будем домогаться. Еще не легли они спать, как городские жители, Содомлене, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом, и вызвали лота, и говорили ему. То есть посмотрите, что происходит, что вот эти вот распущенные люди от молодого до старого, то есть от самых-самых вот маленьких, ну скажем так, отроков-подростков, у которых уже начинает просыпаться вот это половое начало, до самых-самых вот стариков, вот этих старых развратников, собираются к дому лота, что вот пришло, вот что-то такое свеженькое, вот сейчас мы хотим все это, так сказать, вкусить, и вызвали лота, и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. И вот это вот братья и сестры уже выдает, кто же они такие есть. Вот это вот библейское слово познаем, оно имеет такую специфическую черту. Это вот не только вот познание, ну вообще вот познание на библейском языке как некое вот непосредственное вкушение, приобщение к чему-то, да, вот когда Ева познала, вот пыталась познать, а потом вкусирует этот запретный плод, то есть некое вот принятие в себя. А потом мы читаем, что Адам познал Еву, жену свою, и она родила ему сына. То есть в данном случае Адам познал Еву, говорится про интимные отношения, то есть про то, что они вступают в половой акт, который предполагает деторождение. И поэтому, когда тут мы читаем, что содомлене требуют, где эти люди, пришедшие к тебе, выведи их к нам, мы познаем их, то это означает, что они требуют, ну простите, полового акта вот с пришедшими гостями, которые находятся в доме Лота. И видимо еще что, ведь это же ангелы, а ангелы все равно, даже если они вроде бы как бы телесный вид принимают, они благообразные, они юноши благовидные, и это распаляет, вот как ни странно, вот эту похотливую натуру этих страшных развратников, этих исполинов, блудных страстей, и требует, представьте, огромная толпа вокруг дома Лота, и ситуация начинает накаляться. Лот вышел к ним, ко входу, и запер за собою дверь, то есть, он как бы вот выходит наружу, он запирает за собой дверь, а кстати, тоже проводились археологические раскопки, и оказалось, что действительно, вот в ту эпоху, это 2000 лет до Рождества Христова, в домах были очень крепкие двери и очень мощные дверные засовы, потому что еще не было такой вот твердой, централизованной власти, вот когда уже государство израильское, через тысячу лет, и чуть более, там уже двери практически не было, бывало такие вот арки, которые за навесками закрывались, потому что власть была твердая, и порядок обеспечивался, а вот в то время, за 2000 лет до Рождества Христова, двери требовалось запирать как следует, и тут мы видим со стороны Лота такой вот смелый, очень отважный поступок, что вот гости внутри дома, он выходит, запирает за собой дверь, остается за закрытыми дверями, и сказал им, братья мои, не делайте зла, ведь гостеприимство считалось одной из главных добродетелей вообще того древнего античного мира, и сейчас бывает тоже в восточных странах это сохраняется, если ты пришел кому-то в гости, вот пока ты в гостях, тебя не имеет права никто тронуть, даже если ты вот там иной веры, иной религии, иных каких-то там политических взглядов, или не только политических, но ты гость, ты священный человек в этом доме, поэтому допустить какую-то беду гостей, это значит опорочить самого себя, и обесчестить свою собственную семью, что вот ты гостя ставишь под удар, и тут лот выходит, вот закрывает и говорит, не делайте зла, и после этого произносит, он в общем-то, ну может показаться нам странные слова, вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям с ним не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. А почему так? На самом деле, конечно же, лот не собирался жертвовать невинностью своих дочерей, вообще вот судя по дальнейшему тексту, дочери, вот эти две дочери, они были уже обручены, то есть были уже предполагаемые зятья, но дочери еще не познали брачного ложа, то есть еще свадебных торжеств не было, а они были уже вот обмолвлены с кем-то. Но почему так делает лот? Для того, чтобы отвлечь внимание, понимаете, и сказать, что вот для меня гости это самая высокая святыня сейчас, поэтому ну вот лучше, если уж вам надо, то вот дочери, но дочерей-то он не вывел на самом деле и не собирался выводить, он пытается отвлечь внимание садомлин от гостей. Но дело все в том, что им-то девушки не нужны, они же вот эти грубые в плоских страстях вот мужики, они к мужскому полу тянутся, ищут такого их плоское растление к своему полу, и поэтому они сказали ему, пойди сюда, то есть тут совсем накаляются, они говорят, вот пойди-ка сюда, вот пришлец и хочет судить, повторяют они, теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними, и очень приступали к человеку-сему, к лоту. То есть страшно даже представить, что бы они могли сделать с ним, но тут как раз и вмешиваются ангелы, пришедшие к лоту, находящиеся у него в доме, и вот когда эти вокруг злодеи, фактически вот звери, подходят к лоту, еще хотят и выломать дверь, сказано, тогда мужи те, имеется в виду ангелы, которые вот внутри дома, простерли руки свои, и вели лота к себе в дом, и дверь дома заперли, вот эти вот мощные двери, с мощными засовами, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого. И вот святые отцы, и святители Игнатий Брянчанинов и другие говорят, что от Бога бывает, подаются какие-то наказания, и они бывают двух видов. Первый вид наказания – это вразумляющие наказания, которые подаются для того, чтобы человек в этих страданиях одумался, опомнился, чтобы он осознал, в каких вот он грехах находится и покаялся. Вот тут слепота, вот оно, вразумляющее наказание. Слепота. А вот если человек даже это наказание, эти посылаемые от Бога страдания не принимает, то тогда уже второй вид наказания таких всесокрушающих, таких вот, которые человека нераскаянного полностью выводят из этой жизни, то есть он лишается в каких-то страшных муках земной жизни, но почему лишается? Потому что он не покаялся, он просто изымается из этой жизни, чтобы уже не вредил другим. И что мы читаем, когда поразили они слепотой этих людей? Значит, людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Вот представьте себе, люди поражены слепотой, но при этом они продолжают, как бы, слепые, ощупывать дом, искать вот вход, пытаются все равно внутрь. То есть там страсть, вот эта вот плоская, она настолько все в мозгах переклинила, что даже очевидное в разумлении, вот слепота не останавливает их. Им главное, даже слепыми, вот прорваться внутрь дома, чтобы удовлетворить свои постыдные пороки. И раз так, то, ну что, уже понятно, что этот город обречен на наказание. И вот сказали мужите Лоту, то есть ангелы, кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Вот пока те ползают слепые, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жители его Господа. То есть, видимо, были, конечно, пострадавшие, и вот страдания вот тех людей, они вопияли к небу, и Господь решил наказать. Говорят они, Господь послал нас истребить его, то есть город этот. И вышел Лот, ну те-то ослеплены, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, вот они были обручены, дочери еще в девстве пребывали, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Ну, как это так? Все же стабильно, солнце каждый день восходит, луна появляется ночью, земля плодородная, все прекрасно, сады цветут, а тут вдруг ни с того, ни сего, что ни сильного ветра, ни бури, ничего нет, ни вода не появляется, как при потопе. А тут говорит, что Господь почему-то погубит, и они не поверили. И вот Лот пытается убедить своих родных, каких-то близких, знакомых, и пока он пытается убедить, там был вечер, вот ночь потом, когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Вот если ты медлишь, если ты пребываешься с теми, кто идет уже ко дну, да, вот корабль, который дал течь, то ты вместе с ними тоже погибнешь, и поэтому нужно понимать, что в каких-то ситуациях нам важно покинуть общество распутных людей. Ну, бывает, знаете, вот как какой-нибудь молодой человек, вот он где-то поселяется, там, или в студенческом общежитии, а те пьют все. Вот пьют и все, и вот выпей с нами, выпей с нами. Ты что, нас не уважаешь там? Или еще куда-то, они там блудят, ходят. Вот понимаете, лучше вообще переселиться в другое общежитие, да, может быть, вообще перевестись в другое учебное заведение. Ну, это, конечно, радикально, но в любом случае не пребывать вместе с распутными людьми, иначе они не только сами утонут, но они и тебя тоже потопят. И мешкать не надо, не нужно думать, что ты такой крепкий, что ты там не выдержишь, что ты выдержишь искушение. Нет, мы очень легко поддаемся соблазнам, поэтому в какой-то момент нужно решительно уходить. И вот Лот, он, видимо, тоже пребывал в таком замешательстве, нерешительности. Вот такая вот уже ситуация, когда надо решительно действовать, а он же не готов, у него этого ни разу не было, чтобы такое вот наказание. Он понимает, вроде должно, и вот он мешкает. И как он медлил, то мужите, то есть ангелы, по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. То есть уже все, разговоры все закончены, они берут их и выводят, вот те, кто есть, его, жену и дочерей. А получается, они идут без какого-то имущества, ну, может быть, что-то с собой прихватили, что на себе можно было унести. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности си. То есть все, назад, не оборачивайся, потому что назад дороги нет. И вот когда мы тоже пытаемся вот через покаяние расстаться вот со своими собственными, ну, не то чтобы Содомом и Гоморой, да, а со своими вот, как бы распутными такими, какими-то греховными, событиями, которые были в нашей жизни, то вот мы должны решительно выходить через покаяние и уже назад не оборачиваться, и не смотреть, и все, просто вот забыть, что этого для нас больше нет. Мы идем только вперед, поэтому в мыслях мы больше назад не возвращаемся. И вот они говорят, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Что это за гора? Это, видимо, вот то, что Зайордан, сейчас Зайорданом называется горы Моавицкие, тогда, конечно, название другое было, но там были горы, и нужно было вот туда поспешать. Но Лот сказал им, оказывается, Лот, вот он, ему сил-то не хватает, и духовных, да и, видимо, и телесных. Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, он уже понимает, что это Господь его выводит, и раз вот есть Божие благоволение, то Лот ходатайствует, он просит, он говорит, велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. А на самом деле, там было очень далеко бежать, нужно было прикладывать огромные физические силы, Лот мог не справиться. Вот, ближе бежать в сей город, это имеется в виду вот тот Белла или Сегор, как он потом стал называться, это один из вот этого Пятиградия, из Пятиградия Содомских городов, и получается так, что вот это удивительность, что вот Лот, он один праведник, но по его просьбе спасается один из пяти городов. Он говорит, вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя ради тебя. И сказал ему, Господь уже говорит ему, вот в угодность тебе я сделаю и это, не неспровергну города, о котором ты говоришь. Это, братья и сестры, очень важно. Вот Авраам, понимаете, он очень кротко просил, хотя бы десять праведников, и тогда бы Господь не погубил. Ну да, Авраам уже не решался, как бы некая такая вот страх и кроткая нерешительность у него была. А Лот один и понимает, что, в общем-то, ну, других уже нет, то есть, девяти праведников он там еще не найдет, и вот он просит за город, и ради него одного город спасается. То есть, Господь может по молитве одного человека спасти целый город. К слову, конечно, добавим, что вот этот город Белла или Сегор, как он там назывался, он еще, он, в общем-то, ну, в таких прям вот распутных каких-то делах не был замечен, но, видимо, как вот входивший в это Пятиграде тоже должен был понести общее наказание. И все-таки Господь сохраняет его, сказано, поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. То есть, Господь ради праведника оттягивает наказание. Я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Вот почему важно, чтобы сейчас были праведники. Ну, понимаете, для греха не нужно много усилий, поэтому грех, он как сорняки прорастает, а для праведности нужно очень много возделывать свою душу, преодолевать себя, обращаться ко Господу, и поэтому ради праведников Господь еще сохраняет наш мир. Вот если в каждом городе будет хотя бы один праведник, этот праведник сможет вымолить свой город, вымолить свое село, да, если много праведников, ну, сколько много, там в каждом городе по праведнику, то эта страна, она тоже будет вымолена своими святыми угодниками, и тогда никакой там антихрист, никакие апокалипсисы, никакой Армагеддон, он не нахлынет и никого не погубит. Господь спасает целый город, хотя было решено наказать все пять городов, потому и назван город Сегор, ну, Сегор, то есть, малый, маленький город, потому что так сказал про него Лот, что он маленький, и вот солнце взошло над землей, час пробил, пришло время для наказания, и Лот пришел в Сегор, и пролил Господь на Содом и Гаморру, ну, и еще на два города, на Адму и Сегоим, дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спровер города си, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. и действительно, когда историки, археологи изучают те места, то они наблюдают, что вот примерно две тысячи лет до Рождества Христова и вдруг вся культурная жизнь остановилась, то есть, как бы была небольшая цивилизация, и вдруг хлоп, все, прервалось в одночасье, одномоментно прервалось, и была, видимо, какая-то катастрофа, кстати, производились тоже вот исследования, и уже в 1920-х годах археологи, они обнаружили предполагаемые вот эти вот места Содома и Гоморры, и да, то есть, что считается, что какая-то, ну, это у ученых считается, что какая-то, может быть, естественная катастрофа поразила их, то есть, там такие вот сейсмические зоны, там разломы тектонических пород, там в земле очень много залежей нефти, серы, газа, и если из-за того, что там сейсмическая зона, могли землетрясения быть, а мог быть, произойти и небольшой вулкан, и воспламенение серы, и тогда действительно все стало бы вырываться наружу, ну, кто-то говорит, что, может быть, даже какой-то астероид упал, в общем, пытаются разные версии высказывать, в любом случае, но это сейчас вот для нас не так важно, потому что Господь, он, если надо наказать, он просто берет и наказывает, а как, какая нам разница, как, что там мы вот, мы же не спасем уже этих содомлин, нам важно, чтобы сами мы не повторяли судьбу содома и гоморы, да, вот когда нам навязывают эти вот, пытаются навязать западные страны свои законы, оправдывающие вот эти гомосексуальные там браки и прочие вот извращения, если мы это примем, мы будем подавляться содома и гоморрой, неважно, там от астероида, от взрыва, там от ядерной бомбы, придет конец, вот пролил Господь на содом и гоморрой дождем, серу и огонь с неба от Господа, то есть, вы представьте, что вот как потоки, как такой огненный дождь не спадает, и все попаляется, разрушается, и там действительно считается, что все как бы было попалено, там в белый пепел превратилось, и не спроверг города сии, все, это уже потом со времени потихонечку там стало образовываться вот это вот мертвое море, и там ни травинки, ни былинки, ни птички там вы не найдете, ни какого-то животного, ни зверька самого малого, то есть, ничего там нет, флора и фауна, она очень бедная, вот, вот что значит такое процветание греха и порока, порок он все уничтожает, а вот благочисление, честия спасает, и праведность может вымолить целый город, жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом, а, ну, там, ученые тоже, они предполагали, может быть, вот этот вихрь, там, вулканический вихрь, там ее пожег, и вот пепел, ну, понимаете, это все не имеет значения, и тут фантазии нам не надо, ясно одно, что жена Лотова, она проявляет некое вот такое любопытство, хотя было сказано не оборачиваться назад, а почему она обернулась, ну, потому что сердце ее оставалось в Содоме, а сердце ее было привязано, вот, и хотелось еще раз посмотреть туда, куда стремилась ее душа, и поэтому она остолбенела, и вот бывает так, что и сейчас вот люди, вот они стремятся к каким-то, у них зависимость уже, компьютерной зависимость, они тоже как соляной столб уже в этих, перед этими компьютерными играми, или вот просто перед монитором, что человек все время насыщает свои страсти через вот эти виртуальные сети, через там какие-то кинофильмы, всякие игры виртуальные и так далее, зависает где-то в социальных сетях, и тоже превращается в этот соляной столб, и это не жизнь, это смерть, это окаменение, и вот что случилось с женой Лотовой, потому что она привязана была к прежней жизни в Содоме, ну и дальше что, то, что мы видим вот это удивление Авраама, когда он встал рано по утру, Авраам, посмотрел к Содому и Гаморе и на все пространство окрестностей и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи, да, и потом сказано, что когда Бог истреблял все это, все города, окрестностей сей, вспомнил Бог Авраами и высыл Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот, и потом, что, конечно, уже почти закончено повествование про Лота, но вот дальше еще одна история уже не очень приятная для самого Лота, когда они поселились в пещере рядом с городом Сегором и дочери его, две дочери, посчитали, что, видимо, человечество погибло, потому что вот то, что происходило, это просто превышало всякое воображение и они подумали, что они же остались без женихов своих, подумали, что уже не могут они оставить потомство, а как очень хотелось, то есть все-таки каждая девушка, которая думает о браке, она хочет иметь ребенка, и это намного лучше, чем те, которые вступают в брак и отказываются от детей, или аборты делают, или всячески пытаются избежать деторождения, и вот им очень хотелось иметь детей, им показалось, ну, конечно, в этом некое неразумие было, они подумали, что теперь они могут зачать только от своего отца, и они напаивают его вином, почему? Потому что он, конечно же, не хотел бы согласиться на подобный способ деторождения, и вот вначале одна переспала, потом другая, и, в общем, у каждой родился по сыну, у одного, у старшей назвали Моав, отсюда Моавитяне, а у младшей родился тоже сын, его назвали Бен-Амми, он отец Аммонитян, и впоследствии вот эти вот как бы два народа, Моавитяне, Аммонитяне, у них бывали всякие вот трения с богоизбранным народом, который произошел от Авраама, ну, видимо, тоже все-таки имеет огромное значение, кто стоит у истоков народа, и каким образом, да, вот появляется этот народ, то есть, это будет благословение Божие, или все-таки лишение Божие благословения. Конечно, несмотря вот на это, да, все-таки Святой Ян Златоуст, он как бы объясняет это вот страхами этих двух дочерей, ну, некоторые, они еще считают так, что просто вот будучи изгнаны, они оказывались как бы вне уже других культур, цивилизации, их никто уже не хотел брать в жены, как бы там ни было, вот произошло такое событие, которое не может быть, конечно, оправдано, и мы понимаем, что, да, вот Лот, он старался жить по заповеди Божьим, но он не был совершенным человеком, как, впрочем, не был на самом деле и Авраам, у которого были наложницы, как и всякий ветхозаветный человек, стремившийся исполнять волю Божию, тоже не был идеален, ну, а если мы про себя скажем, насколько мы идеальны, насколько мы соответствуем евангельскому совершенству, и тут, в общем-то, всякое осуждение, оно должно упраздниться, и как бы там ни было, Лот, он является одним из отцов ветхозаветной истории, из тех, вот кого мы вспоминаем среди праведников ветхозавета, мы ценим его терпение посреди всеобщего разврата, и он не заразился этим развратом, он сохранил себя посреди них, как вот некий мученик, исповедник веры, и его праведность засвидетельствована тем, что Господь спас его, Господь вывел его из среды Содома и Гаморы, почему так? Потому что своим сердцем Лот и пребывал вне этого города, поэтому он и был телесно избавлен от них. Вот, так что возблагодарим промысел Божий, ибо Господь милует тех, кто старается жить чисто, кто старается сохранять целомудрие, верность Господу, и по молитвам праведного Лота, отца, вот одного из отцов ветхозаветной истории, постараемся сохранять себя от всех вот поступающих вот этих вот блудных соблазнов, особенно вот этих плоских каких-то извращений, которыми насыщена современная мирская жизнь, вот, и дай Господь нам избежать той участи, которой подверглись Содомляне и жители прочих соседних городов. Святый праведный Лот, моли Бога о нас, и храни, и спаси Господь всех нас, всего вам доброго, дорогие братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok